Наверняка каждый из нас, проезжая через какой-нибудь немецкий город, хотя бы однажды видел улицу имени Макса Планка. Макс Планк, Штрассе, так она называется на немецком языке. Кроме этого, имя этого ученого присвоено многим гимназиям и университетам в Европе. Это немецкий физик-теоретик, основоположник квантовой физики. И он, конечно же, знаменитость и выдающийся ученый. Но кроме всего этого, этот человек имел неплохое чувство юмора и мог быть где-то по-детски озорным, буквально как ребенок. С этим связана одна забавная история. Произошло следующее. Когда Макс Планк получил Нобелевскую премию, то довольно долгое время ездил по университетам, по городам и весям Германии и читал лекции по своей теме открытой. И в этих во всех путешествиях его сопровождал один и тот же шофер, водитель. И вот в какой-то момент шофер в шутку сказал. Я столько раз слышал уже эту лекцию, что знаю ее, кажется, наизусть и сам могу ее прочитать. На удивление Макс Планк согласился. Говорит, слушай, в следующий раз ты читаешь мою лекцию. И в следующем университете водитель выходит вперед, а Макс Планк сел тут в передних рядах. Вот такой солидный дядька, таким вот чувством юмора обладал. Представьте себе в университете нигде-нибудь. Водитель-то вышел, а никто же не знает, как выглядит Макс Планк. Тогда еще инстаграма не было. Сейчас мы смотрим на него. Вот так он выглядит. Это тогда еще 1919 год, мне кажется, это был. Никто не знал, как он выглядит. На удивление шофер блестяще прочитал лекцию Макса Планка. И перешли к вопросам. Самое интересное, что водитель настолько часто уже слышал эти вопросы, что легко мог ответить и на вопросы тоже. Но надо же, среди слушающих был очень уважаемый профессор физики, который таки задал ему весьма-весьма сложный вопрос, на который водитель не знал ответа. Он сначала растерялся, но тут же быстро сориентировался и сказал, ну, послушайте, уж в какой-то такой солидной аудитории я не ожидал, что среди вас, уважаемые господа и дамы, будут такие простые вопросы. На этот вопрос может ответить даже мой водитель, который сидит здесь в первых рядах. И Макс Планк вышел на сцену и, естественно, блестяще ответил на вопрос этого профессора. И это не шутка, это не анекдот, это на самом деле реальность, реальный случай. Но говорит он о том, что и взрослые иногда способны поступать как дети. Вот даже такие серьезные. Более того, в Священное Писание Иисус Христос иногда призывает нас с вами быть как дети. Я предлагаю прочитать шесть первых стихов из 18 главы Евангелия от Матфея. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Конечно, сам вопрос учеников приводит нас в некоторое смущение. Ну, представьте себе, к Иисусу приступили ученики с таким вот интересным и странным в какой-то степени вопросом, кто будет большим в Царстве Небесном. Не знаю, как вам, а мне их сложно понять с этим их вопросом. Я думаю, ведь когда ты любишь Иисуса, когда ты жаждешь общения с Ним, то для тебя сам факт, что ты попал в Царствие Небесное, уже радость и уже достаточно. Это полностью совершенство. И, казалось бы, что еще нужно? Но они хотели знать, кто там будет большим. Может быть, я. И каждый, наверное, представил себя. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, это какие-то особенности общества, в котором они выросли и были воспитаны. Не буду строить предложение, почему и чем был вызван такой вопрос учеников. А вместо этого я спрошу, а вы хотите спастись? Желаете ли вы наследовать Царство Небесное? Желаете? В таком случае нам с вами нужно знать, что может стать причиной того, что кто-то в это Царствие Небесное не сможет войти. Если мы желаем, мы должны знать, что это может быть за причина. Принять и проповедовать Царствие Божие с детской верой – это наша с вами и задача, и необходимость. И, тем не менее, читая это повествование, эти слова Христа, у нас с вами возникает естественный, вполне естественный вопрос. Как же так? Ведь Библия вообще-то учит другому. Смотрите. На протяжении всей истории, когда Бог через Моисея, через других пророков наставляет свой народ и потом нас с вами, красной нитью проходит эта мысль, что вообще-то должно быть наоборот. В подавляющем большинстве случаев Библия призывает не нам с детей брать пример, а им учиться у нас. То есть они должны брать пример с нас, взрослых. Не так ли? Вот я выбрал только первые попавшиеся три места, легко их нашел в Библии, где говорится об этом в книге «Второзаконие». Посмотрите, положите на сердце ваше все слова, которые я вам сегодня объявил, и завещайте детям своим. То есть не дети должны вам диктовать, как вам жить, не вы с них должны пример брать, а вы вложите в свой разум слова Божьи и потом научите этому своих детей, чтобы они старались исполнять все слова закона сего, говорит Господь. Второй случай – это притчи Соломона. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». Он настраивает детей прислушиваться к родителям. Не наоборот. И, наконец, третий, в Новом Завете апостол Павел призывает дети «Повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Сама справедливость, сам закон устроения жизни на земле располагает к тому, и Господь этого хочет, чтобы дети учились от родителей. Но тут наоборот. И более того, он ставит его в середину и говорит «Вы должны брать с них пример. Как же так, Господь? По какой причине? В чем?» Он говорит «Вы должны умолиться, как дети?» Я бы не сказал, что дети и так сильно умоляются. Ведь посмотрите, как они играют. Вы видели, как играют ваши дети? Каждый хочет быть большим там, как в Царстве Небесном. Каждый хочет быть командиром. Я в своем детстве помню, мы играли в собрания. Это каждый хотел быть пресс-фитером. Доходило до рукопашной, до членских собраний. Потому что каждый хотел быть пресс-фитером. И это были дети. Как же так, говорит Господь? Вроде бы, как какое-то противоречие. И дети тоже хотят быть большими. И, может быть, даже в большей степени они стремятся быть первыми. Почему Господь ставит его в пример? В каком отношении они могут так умоляться, что могут быть для нас примером? Да и посмотрите, послушание детей тоже оставляет желать лучшего. Отсюда и увещевание апостола Павла. Повинуйтесь своим родителям. Вам не хватает этого повиновения. Вам не хватает послушания. Поэтому, если ты хочешь быть долголетним, иметь благословение, слушайся родителей. Оно необходимо. Он располагает. Почему же здесь, в этом месте, Христос призывает в точности до наоборот? Я задался этим вопросом и обратил внимание, что если мы посмотрим некоторые примеры библейские, в которых задействовано, в которых рассказано о детях, то мы поймем очень важную истину. Господь ставит нам примеры, которые исключительно связаны с Богом, с верой в Него и простотой, которая сопряжена даже с опасностью для жизни, с простотой, в которой дети проявляют верность Богу. И именно в этом Господь ставит их нам в пример. Три разных области жизни. Вызовы, в которых дети являют собой образец доверия Богу. Три ребенка, подростка, отрока. И первый из них – Самуил. Конечно, в первую очередь нужно отдать должное его родителям, его матери Анне. Она посвятила своего сына Господу. Дала обет, сказала Господу, «Если ты дашь обет твоей, дитя мужеского пола, то я отдам его тебе на все дни жизни его». Это обет матери. Я думаю, какой прекрасный пример для нас с вами – отдать, посвятить своего ребенка Господу, чтобы затем, впоследствии, этот ребенок для тебя самой стал примером в поклонение Богу и в общении с Ним. Вопрос – является ли для нас это примером? Несем ли мы своих детей в храм? Ведь это первое, что сделала святая чета Марии и Иосифа, когда у них родился Иисус. Вы помните, сказано, что как только закончились дни очищения их по закону Моисееву, первое, что они сделали – они понесли Иисуса в храм. Вы знаете, я был маленьким ребенком, когда мои родители впервые взяли меня в дом молитвы. Это было время, когда атеисты, безбожная власть запрещали детей водить в церковь. Стояли на входе люди, и если семья шла с детьми, они их не попускали в дом молитвы. И в это самое время, однажды вечером, мама мне сказала, завтра ты идешь в дом молитвы. Я не спал всю ночь. Я не знаю, сколько мне было, 3-4 года, но я это прекрасно помню. Я многие вещи забыл с тех пор. Но этот день, эту ночь бессонную, я помню до сих пор в маленьких деталях. Почему? Потому что мне пообещали, мы тебя возьмем в дом Божий. Вот и Самуила, с самого раннего детства, родители посвятили Господу, и ребенок не просто находился в храме, не просто он рос там. Это для него не была обыденность и будничность. Я его хорошо могу понять, вспоминая вот свое детство, с какой жаждой, с каким желанием я шел. Сердце не то, что было горячим, оно горело. Я могу хорошо понять сердце Самуила, маленького мальчика, который не просто находился в храме, он наслаждался тем духом, той атмосферой, которая царила в этом храме. Делал все с любовью. И даже написано, спал возле ковчега. Я подумал, какое-то величайшее благословение спать возле ковчега. Удивительно ли, что Бог, видящий сердца людей, решил и пожелал обратиться именно к Нему? Это еще более удивительно в связи с тем, что написано Слово Господне в те дни было весьма редко. Господь редко общался с людьми в те годы. И вот в кои-то веки он решает обратиться к человеку. Но приходит он не к священнику, а к ребенку. Потому что видит его детское сердце и совершенно искреннее отношение к себе. И я думаю, а мы такие, как Самуил? С каким настроением мы идем в дом Бога Живого? Как мы относимся к собраниям, ко всему тому, что здесь происходит, в этой простоте, как написано, первооспостольская церковь, была в любви у всего народа. Она собиралась по домам, преломляла хлеб, молилась. Насколько эта вот атмосфера храма, Божьего дома, она нас зажигает. С каким настроением мы сюда идем? И Христос говорит нам сегодня, будьте как дети, будьте как Самуил, поставил дитя в середину и говорит, будьте таким, как этот ребенок. Потому что есть примеры, когда дети верили по-другому, не так, как взрослые. Второй пример немелия, яркий пример, отношения ребенка с Богом и вера в чудо. Здесь другая грань веры. Слово Божье будто намеренно подчеркивает, что это была маленькая девочка. Это немало даже подросток, это была маленькая девочка, как Аделия, которая сегодня пела, или Линда, которая спит. Такая маленькая девочка, или Викуля рядом с ней сидит. Вот такие они. Подчеркивает Священное Писание специально, это маленькая девочка была. И в этой истории здесь нет храма, здесь нет ковчега, нет на жертвеннике огня, здесь описаны будни. Эта девочка помогает по дому в самой простой, казалось бы, обстановке, но в этой повседневности ребенок настолько верит в Богу, до такой степени доверяет Ему, до такой степени не сомневается в силе всемогущего, что спокойно, совершенно спокойно, как о чем-то будничном, говорит о чуде. Кроме всего, это еще и свидетельство. Вы знаете, что лучшие свидетели Христа – это дети. Их вера не подвержена никаким сомнениям. Они принимают Слово Божие так, как будто это не нуждается ни в каких объяснениях, ни в каких доказательствах. Для них это абсолютная истина. Так написано. Так сказал папа, так сказала мама. Значит, это так. Не нужно ничего доказывать. Послушайте своих детей, как они проповедуют. Это лучшие евангелисты. Они не сомневаются в своих убеждениях. Мой племянник в советское время ходил в садик. Тогда вы помните, всех детей учили, что Бога нет. Так воспитательница родителям жаловалась. Он говорит, на обед садятся все, он всех на молитву поднимает. Говорит, как надо пищу благословить, вы что? Всех заставляют. А он такой хлопчик напористый, знаете, его немножко побаивались. Так все вставали, молились его. Такие дети, они без комплексов. У них нет стеснительности, присущей нам, взрослых. Они не говорят, Бог есть. Им не нужно доказывать, Бог есть. Они представляют и подают это, как само собой разумеющееся. Поэтому вместо утверждения, Бог есть, они просто говорят, Бог тебя накажет. Они не размениваются на доказательства. И в этом их простота проповеди. В этой проповеди нет сложностей, присущих сегодняшним богословам. Маленькая девочка в истории Неймана не озадачивается вопросом о необходимости экспозиционной проповеди. Она не знает, что такое систематическое богословие. Ее не тревожат вопросы, кто предопределенно, кто нет. Она не говорит ни о каком детерминизме и не ломает себе голову по поводу доктрины о всеобщей причинности. Это водитель Макса Планка ответит на все эти вопросы. Она просто говорит, иди к пророку, и он снимет с тебя проказу. Посмотрите, насколько в этом плане отличается от нее сам Нейман. Написано, он разгневался, когда пришел к пророку. Что-то его послал, говорит, иди семь раз окунись в Иордании и проказу смоешь и иди домой. Он разгневался. Для него это было слишком просто. Ему нужно было богословие, как минимум систематически. Он говорит, это что за дела такие вообще? Я-то думал, что пророк, цитата, выйдет, призовет имя Господня, своего Бога, возложит свою руку на то место, где у меня проказа, и снимет проказу, а он даже не вышел. Это что такое? Это слишком просто. Хочется сказать ему, слушай девочку. Она сказала, пророк снимет проказу, значит, снимет. И это открытое сердце девочки в простоте возвещает истину Господню. И Господь Христос говорит нам сегодня, будьте как дети, будьте как эта маленькая девочка, когда вы свидетельствуете кому-то, когда вы говорите, что Бог есть, когда вы можете в прототе сказать, а давай помолимся. Наконец, третий пример, это отроки и Даниил, которые явили верность Господу. Вот мы говорим отроки, вы знаете, какой это возраст? Это дети от 7 до 14 лет. И вот эти отроки в этой истории отрываются от родителей, их забирают из дома, гонят в чужую страну и делают рабами. И вот надо же такое счастье, в то время, как другие перебиваются с хлеба на воду, им предлагают питаться за царским столом. Представляете? Что бы сделали взрослые на их месте? Скажите, ну скажите, что бы мы с вами сделали? Потихоньку обрадовались бы, да? Или лук жевать и запивать водой из ручья? Или ясно на столе у царя? Есть разница? Двоедушие, сомнения, маловерие, незнакомые детям, они совсем другие, они воспринимают жизнь по-другому. Написано, Даниил положил в сердце своем не оскверняться ясными от стола царского и вином, какое пьет царь. Не оскверняться. Слово какое. Обратите внимание, что этот отрок, мальчик, он не только для себя мысленно обозначил словом оскверняться, он его произнес. и он ему сказал прямо в лицо царскому вельможи, представляете? Нет, вы только представьте, что это значит. Что это для ребенка означало, когда он сказал буквально следующее, для меня мерзко употреблять в пищу то, чем вы питаетесь. Мой желудок не помойка какая-то, чтобы я закидывал туда все, что вы едите. Это так звучит, осквернение. Это мерзко для меня. Такие дети, они прямолинейные, но в этой прямолинейности явлена как раз верность Богу. Им сказали, что это осквернение, они это приняли на веру. Им не нужно доказать, что это можно, это не надо, ты можешь это есть, может от вина отказаться, то я вообще не буду. Послушайте их внимательно, этих детей, маленьких девочек и мальчиков. они могут любому сказать, любому взрослому, тебе курить нельзя, ты в ад попадешь. Мы взрослые что делаем? Ну слушай, это вредно для здоровья, это нехорошо, ты забиваешь там легкие свои, что там еще случается. Находим округлые фразы, ребенок что делает? Или дядьку увидит в татуировках всего. Ребенок, он же не стесняется, он говорит, фу, какой некрасивый, ты в ад попадешь. Ему не надо ничего доказывать, а докажи, где это в Библии написано, почему татуировки нельзя, а почему, а где это Христос запретил, им ничего не нужно, они говорят, ты в ад попадешь. У них нет вопросов по этому поводу, это осквернение, и там вот эти мелочи, это можно, это нельзя, тут можно с царем сидеть, там нельзя, это полностью в комплекте, это осквернение, это мерзость, я не буду этого делать. Если ты завтра меня отправишь в огненную печь, он готов, это дети, и именно их ставит в пример Иисус Христос. В библейских отроках поражает и восхищает отсутствие всякого смущения, стеснения страха, неудобства, даже намека на все это нет. Они стоят твердо и верно перед своим Богом, в Которого верят. И вот эта вера детская поставлена Иисусом в пример, Он говорит, будьте как эти отроки, станьте как Даниил. Да, дети во многом несовершенны, часто они такие же, как мы, стремятся в игре быть первыми самыми большими, самыми быстрыми, лучшими среди своих сверстников. Да, конечно, они бывают непослушными и кое-где лукавыми, но их способность верить Богу, поклоняться Ему, свидетельствовать о Нем является для нас примером. «Если не обратитесь и не будете как дети говорить нам сегодня Спаситель, не войдете в Царство Небесное». Я хочу, чтобы это стало для нас сегодня напоминанием. А может быть, кто-то еще не принял Христа. Что-то у него в душе такое сложное. Он думает, но это так все непонятно. какие-то вопросы его мучает. Станьте как дети, примите эту истину и возьмите пример с детей. Вот так просто в доверии, как Христос сказал, обратиться как ребенок. Обратитесь сегодня как ребенок и попросите у Бога прощения. Это так просто. И в ответ на вашу молитву Он дарует вам Царство. Вы войдете в Царство Небесное. Простота детей, и вот еще будучи ребенком я слышал пример, который из-за кафедры привел проповедник. Один человек спрашивает, как я могу поверить, как это детская вера? Вот Христос говорит, будьте как дети. Проповедник говорит, ну пойдем. Они там маленьким селением жили, взял ведро яблок у себя в саду и повел его на базар. Пойдем на базар. Ну на базаре в селении там всегда большое движение, скопление людей. Вот он встал на прилавок, поставил это ведро с яблоками, рассыпал их немножко на прилавок и написал бесплатно. Ну этот неверующий стоит и смотрит, что будет теперь. Подходит один взрослый. Сколько яблочков? Такие яблочки хорошие у вас. Да, хорошие берите. А сколько стоит? Ну написано же бесплатно. Как бесплатно? Да ну вы что издеваетесь, что ли? Идите в цирк выступать. Нашелся тот умник и пошел. Второй, третий подходит. Никто. Потом мальчишка подходит. Сколько яблоки стоит? Ну бесплатно. можно взять? Да бери бесплатно. Он рубашку вытаскивает из брюк. Делает из нее такую сумку как кенгуру. Говорит давайте насыпайте мне. Ну насыпал яблок. И он пошел. Он говорит видишь? Этим отличается вера ребенка. Они способны поверить как есть. Но заключение в чем? Результат этой веры. Что ребенок теперь у него есть яблоки. А те пошли без яблок. Потому что не поверят. Для них это слишком просто. Вот так и спасение. Спасение которое дает Господь. Будьте как дети. Это так просто. Если сегодня Господь касается вашего сердца. Станьте как дети. Станьте как Даниил. Как Самуил. Как та маленькая девочка. Которая не сомневалась в своем Господе. И он дарует нам царство его. Аминь. Субтитры